В Владимирской области за сутки 201 человек заразился коронавирусом на два больше, чем накануне. Всего выявленных случаев заболевания в нашем регионе уже 45 266. В лидерах по приросту с большим отрывом по-прежнему Владимир. Плюс 53 заболевших за сутки. Вчера прибавка составляла плюс 51. Всего с начала пандемии в областном центре уже 10 724 зараженных. Летальных исходов 5 на 7 меньше, чем накануне. Общее количество скончавшихся от новой заразы теперь 1518. И число выздоровевших уже три недели меньше числа заболевших. Сегодня 169 против 201. Всего победивших коронавирус в нашем регионе теперь 41 830. В центре Владимира случился крупный пожар. Около 6 вечера 9 августа на улице Садовой недалеко от налоговой службы загорелось трехэтажное офисное здание. Огонь был настолько сильный, что дым виднелся даже у гипермаркета на московском шоссе. Об этом писали очевидцы в социальных сетях. Огонь приехали тушить 29 спасателей и 10 единиц техники. По прибытию первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение на втором этаже. Уход огня на чердачное помещение. Пожар локализован и ликвидирован на общей площади 150 метров квадратных. Пострадавших погибших на пожаре нет. Причина пожара сейчас выясняется. Очевидцы в социальных сетях пишут, что на фасаде здания было установлено очень много кондиционеров. День был жарким, могла не выдержать проводка. В Петушинском районе лесовоз столкнулся с фурой. Авария произошла на М7 у поворота на поселок Воргинский. По предварительной информации ГИБДД 28-летний водитель лесовоза допустил столкновение с попутной фурой. От удара кабину грузовика с бревнами деформировало. В ней оказался зажат 33-летний пассажир. Пострадавшего извлекали сотрудники МЧС при помощи специальных инструментов. Его госпитализировали с закрытым переломом костей обоих голеностопов. Всего к ликвидации последствий аварии привлекались 14 человек. Ассоциация стоматологов Владимирской области требует привлечь к ответственности руководителя облздрава. По мнению ее президента Дмитрия Малянова, исполняющий обязанности главы департамента, не помог зубным врачам региона в организации централизованной вакцинации против коронавируса. Согласно постановлению главного санитарного врача, работники 12 отраслей, в том числе и медики, должны привиться первым компонентом до 15 августа, а вторым до 15 сентября. Но вакцины в регионе на всех не хватает. Мы толкнулись с тем, что централизованно, да и не централизованно, просто устно или через портал госуслуг, невозможно записаться на вот эту вот вакцинацию. И сроки, которые нам были предложены, когда мы обращались с соответствующими письмами на имя руководителя медицинских организаций, неприемлемы. То есть конец сентября, когда уже вступят в силу полностью постановление главного санитарного врача. 20 июля руководство ассоциации направило в Депздрав обращение с просьбой оказать помощь в проведении вакцинации медработников. Но ответа от ведомства не получили до сих пор. Мне было сказано, что у нас 30 дней по закону положено на рассмотрение этого обращения. Но в течение 30 дней мы, возможно, подчеркиваю, так и было сказано, возможно, ответим. Но через 30 дней, опять же, срок постановления главного санитарного врача предусматривал наличие уже двух компонентов приивки. А мы даже не можем двинуться с мертвой точки в отношении хотя бы первого компонента. Руководство ассоциации обратилось с официальным письмом главным санитарным врачам региона и страны и прокурору области с двумя просьбами. Сдвинуть сроки обязательной вакцинации против коронавируса и привлечь к ответственности должностных лиц облздрава. Ведь в постановлении главного санитарного врача перед департаментом здравоохранения поставлена обязанность оказать содействие в вакцинации. Не ответ на наше обращение – это нарушение постановления главного санитарного врача, а за это предусмотрена административная ответственность. За неисполнение постановления главного санитарного врача об обязательной вакцинации организациям могут грозить серьезные штрафы. До 150 тысяч рублей на должностных лиц. В зоне риска и непривитые сотрудники. У них есть все шансы остаться без работы. В областной ассоциации стоматологов состоят 43 медорганизации. А это 866 медработников. Из них в очереди на вакцинацию 89 человек. Немного, но зубных врачей возмущает, что они не могут привиться. Даже медицинские работники, которые относятся к самой, пожалуй, рискованной группе населения, особенно стоматологи, потому что они работают с полостью рта, даже медицинские работники лишены возможности на централизованную, приоритетную вакцинацию. Дефицит вакцины в регионе возник не вчера и даже не месяц назад. О перебоях в поставках препаратов для иммунизации вице-губернатор Ольга Гребнева заявляла еще в начале лета. На ситуацию должна была обратить внимание главный санитарный врач региона Татьяна Данилова и в своем постановлении указать реальные сроки для его исполнения. Может, тогда и паники среди представителей бизнес-сообщества не было бы, и депутаты ЗАГСобрания за голову не хватались. Народные избранники еще вчера попросили главного санитарного врача области и губернатора сдвинуть сроки обязательной вакцинации. Елена Масленникова, 6 канал. ЗАГСобрание Владимирской области просит правительство поддержать сельское хозяйство рублем, то есть увеличить финансирование. Из-за жаркого лет аграрии Центрального федерального округа терпят серьезные убытки. По словам сельхозтоваропроизводителей, отсутствие дождей и палящее солнце, а в самые жаркие дни температура превышала норму на 8-10 градусов, нанесли тяжелый урон масличным культурам, зерновым, овощам на открытом грунте. Как результат, урожай почти в два раза меньше прошлогоднего. Похожая ситуация и с кормами для животных. Объем заготовок едва превышает половину от необходимого. Сельхозпроизводители уже подсчитывают убытки. Депутаты ЗАГСобрания уверены, поддержка из федерального центра поможет выйти из сложной ситуации. В Владимирской области проводится мониторинг. По его итогам будет решено, как на региональном уровне поддержать аграриев. Что касается федеральных денег, их депутаты облпарламента предлагают направить на регулирование рынков сельхозпродукции и на компенсацию затрат производителей, в том числе на закупку кормов. Лето очень жаркое. И наши сельхозпроизводители опасаются, что урожайность этого года будет ниже ожидаемой. Безусловно, наши сельхозпроизводители нуждаются в поддержке. И вот буквально вчера было подготовлено постановление об обращении в правительство Российской Федерации и в исполнительную власть Владимирской области, то есть губернатору, администрацию о выработке как на федеральном, так и на региональном уровне мер поддержки сельхозпроизводителем в связи с аномально жарким летом этого года. Сотрудники МЧС с этого года больше не участвуют в приемке школ. Теперь они могут оценить пожарную безопасность только в ходе профилактического визита. Именно с таким в школу номер 36 города Владимира пришел госинспектор по пожарному надзору. Он осмотрел территорию, не хранятся ли на ней горючие отходы и мусор, организованы ли подъездные пути к учебному учреждению, а также есть ли поблизости пожарные гидранты. Висит табличка с четкими нанесенными указателями, сколько метров до пожарного гидранта. Ну вот его расположение. Вот люк пожарного гидранта. Люк открывается. В школе проверили эвакуационные выходы. Они оборудованы магнитными замками. Все в случае пожара автоматически сработают, и школьников выведут на улицу без дополнительных ключей, которые, как правило, лежат на вахте. На случай, если огонь отрезал пути эвакуации, человек может нажать на специальную кнопку. Такие есть во всех коридорах. С помощью консоли вызова можно сообщить место, где застало пламя. И именно туда поспешат сотрудники МЧС. Обязательными условиями при приемке являются наличие планов эвакуации, исправность пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения. Количество огнетушителей рассчитывается, исходя из общей площади школы. Эвакуация находится в этом помещении. В случае разгорания преподаватель берет огнетушитель. Как видите, он исправен. Стрелочка находится в зеленой зоне. Раз в квартал мы их периодически проверяем. В ходе рейда директор 36-й школы Елена Кувшинова рассказала, что на уроки приходит 1766 учеников. Помимо основных предметов, детей учат правилам пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи, также руководство школы устраивает плановые эвакуации, во время которых ученики получают представление, как без паники выходить из задымленного помещения. Учащиеся под руководством преподавателей, соответственно, эвакуируются. Мы засекаем время. Время, соответственно, эвакуации, как правило, не должно превышать, вот по нашей большой школе, 5-7 минут. Докладываем, если вдруг прибывают пожарные службы, две цифры, сколько было в школе, сколько эвакуировано. Данная школа прошла приемку. Нарушений не выявлено. К ней присоединились еще 244 по всей области. Осталось проверить 121. Если вдруг члены комиссии найдут недочеты, директорам выдадут предписание, где указан срок устранения. С каждым годом замечаний становится меньше. Руководство образовательных организаций понимает, насколько важно обезопасить детей. Если раньше мы встречали некоторые такие моменты, которые, в принципе, носили абсурдный характер, к данному учебному заведению это не относится. Ну, такие, как захламление подвальных помещений, складирование у них сгораемых материалов. То, естественно, от года к году мы уходим от нарушений такого. Приемка школ конкретного в Владимире завершается на этой неделе. К 1 сентября в городе откроют 51 общеобразовательное учреждение. В их числе новая школа в микрорайоне Коммунар. Только во Владимире за партой сядут 39 тысяч учеников. Это больше, чем в прошлом году на 900 человек. Валерия Пронина, Руслан Павлухин, 6 канал. Когда начнется ремонт Владимирского драмтеатра? Такой вопрос в числе первых подняли на сборе труппы после летних каникул. Напомним, в июне 2020-го при проведении электротехнических работ в здании театра случился пожар. Огонь повредил сцену, зрительный зал уничтожил занавес. Частично пострадало фойе. Другие помещения были сильно задымлены. С тех пор большая сцена закрыта. У нас проходят репетиции. Мы показываем спектакли на малой сцене. Мы показываем спектакли в наших родственных учреждениях, в филармонии, ОДКИ, арт-холе. Мы работаем в районах и городах области на выездных спектаклях, на ряде площадок в Владимире небольших. Мы не останавливаемся ни на один день. Проект реконструкции драмтеатра уже разработали. Как сообщила глава департамента культуры, его подготовили даже с опережением сроков. Срок, когда мы должны были закончить эту работу, это ноябрь месяц. Нормативный срок для разработки такого рода проектов. Но спасибо и нашим подрядчикам, и всем, кто нам здесь помогал в регионе, всем специалистам, архитекторам, строителям, экспертам. И сейчас проект находится на государственной экспертизе. Это тоже отдельная работа. И мы сейчас продолжаем в еженедельном режиме встречаться на совещаниях. Проектировщики устраняют замечания, которые им выдают эксперты. Из экспертизы проект должен выйти в конце августа. После этого его направят в Министерство культуры. Цена восстановления, как и сроки реконструкции, будут озвучены после утверждения итогового варианта проекта. Пока суммы не называются. Сами актеры мечтают поскорее вернуться на родную сцену. Хочу, чтобы быстрее восстановили нашу сцену, потому что, ну так скажем, она добавляет специфики, определенные в нашу работу, которую мы, естественно, самоотверженно и с большой любовью выполняем. Но хочется работать там, где родился, там и пригодился. А пока в новом сезоне запланировано много выездных спектаклей, гастролей и фестивалей. В ближайшее время артисты отправятся в Кинишму. Там покажут спектакль «Тайна старого дома». Кроме того, до конца года Владимирские спектакли увидят зрители Бреста, Калуги, Таганрога, Москвы. Из неожиданных площадок – исправительные учреждения области. Туда актеры тоже хотят принести искусство. В ряде колоний уже с общим договором с Уфсином мы сыграем ряд наших спектаклей. «Морфий», «Присупление и наказание» и ряд других. Из больших премьер нового театрального сезона спектакль «Потом и кровью» по произведению Михаила Шолохова «Поднятая целина». Его ставит режиссер Владимир Кузнецов. Маргарита Махрова, «Шестой канал». Спортивный юбилей. Легендарному Владимирскому тренеру по художественной гимнастике Любови Толкачевой 85 лет. С раннего утра она уже в родной спортивной школе. Принимает поздравления. Поздравляем! Поздравляем! С днём рождения! Ура! Сейчас она заслуженный тренер, обладательница многих почётных наград, воспитатель нескольких поколений и талантливых гимнасток. Когда-то, вспоминает Любовь Николаевна, её столь же сильно привлекало и плавание. Однако грация, пластика и музыкальность в художественной гимнастике всё же пересилили. Со спортом будущий тренер дружила с детства. Вообще всё это определила мне мама. Раз и навсегда. Я была очень подвижная, активная. Везде всё лазило. И по деревьям, и везде, где можно было. Лазила, прыгала, гнулась. Была очень гибкая, растянутая. И мама отдала меня после седьмого класса, раньше ещё, в техникум, тогда назывался, физического воспитания имени Валерия Павловича Чкалова в городе Горьком, где мы жили. Стаж работы Любови Толкачёвой более 60 лет. Во Владимир она приехала вместе с супругом, знаменитым тренером Николаем Толкачёвым, в 1964 году. Из нашей гимнастической школы они сделали школу Олимпийского резерва. В числе прославленных воспитанников Толкачёвы более 30 мастеров спорта СССР и России. Одна из учениц – заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, многократная чемпионка мира и Европы Светлана Кагарлицкая. Она подготовила Владимирскую чемпионку, серебряного призёра Олимпийских игр в Токио Ангелину Шкатову. Любовь, у меня ещё и такая дактор. Плюс гель у нас с серебром Олимпиады. Мне кажется, это так совпало. Мы ей желаем самой головы здоровья, чтобы она жила с нами в замке. Как мы живём, она так и делает. Чтобы всегда она приходила на работу с радостью и приносила нам радость. А мы ей очень любим. Любовь Николаевна внимательно следила за олимпийскими выступлениями по художественной гимнастике в Токио. Серебряная медаль нашей спортсменки в групповом многоборье – это высокая награда, говорит Любовь Николаевна. А к золоту ещё надо стремиться. Через три года летняя Олимпиада в Париже. Мы приехали на Олимпийские игры. Никто нам не даст просто так золотую медаль. Никогда. Никогда в жизни. Надо бороться, надо уметь переживать. Вот это вот, когда идут на равных, и ты побеждаешь. А вот ты немножко не достал. Это тоже надо уметь делать. Это всё зависит от тренера. В общем, мы будем бороться за золото, я думаю, три года. Проанализируем всё. Сейчас главная мечта Любови Толкачёвой – дворец спорта, где гимнастки свободно могли бы тренироваться, выступать и подбрасывать предметы на необходимую высоту. Нам нужен дворец. Дворец спорта. Но не ниже европейского типа. Нам нужен высокий потолок. Желательно голубого света, как небо. Чтобы летели наши предметы. Мяч, лента, скакалка, обруч, булавы под небеса. Ученицы и коллеги Любови Николаевны говорят, что кроме спортивных качеств, она научила их не сдаваться, несмотря ни на что. Своим примером и сейчас она вдохновляет тренеров, воспитанниц и всех любителей спорта. Маргарита Махрова, 6 канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова